яровая пшеница сорт ликомера сегодня 27 июля предшественник здесь соя это участок у нас удобренный здесь было у нас где-то 300 килограмм селитра мячный и где-то 200 килограмм диамофоски диамофоску вносили под основную обработку основная обработка была безотвальная топ-даун ну селитрово-мячную виде подкормок одну после села другую уже вторую после сегодня 200 килограмм и фазу трубки 100 килограмм это норма у нас 5 миллионов 5 миллионов 200 килограмм и вот такой вот контраст 5 миллионов и 650 тысяч это получается 26 килограмм ну 26 килограмм еще вот они доходят кстати еще флаговый лист зеленый колоски кое-где еще есть у них такой зеленый оттенок я бы не сказал что здесь много подгона потому что в основном как бы растение доходит достаточно равномерно такой большой проблемы нет то есть они пока еще доходит это вот здорово вот так это все в массиве выглядит между ряде конечно же не сомкнулись но зато здесь мощные такие колоссе сантиметров по 10 12 и наверное даже местами есть и больше но зато такой приятный посев отлично выглядит кстати он меня очень радует я очень рад что заложил еще и такой опыт потому что это дает дает тебе понять пределы пределы и в 5 миллионов 200 тысяч ой 200 килограмм 5 миллионов конечно уже уборочное состояние посева скоро будем убирать 26 килограмм 650 с между рядом 37 с половиной это вот один миллион один миллион с между ряди 37 с половиной тоже достаточно достойно выглядит у меня во всяком случае нравится потому что здесь колос на колосе как видите отлично все сорт ликомера так он себя ведет с низкими нормами куститься если говорить о кущении то здесь вот вот на данной на данном только растение сформировал 8 стеблей то есть отличный отличный сорт поэтому я не верю когда мне говорят что яровая пшеница не куститься здесь вот тоже раз два три четыре пять шесть семь восемь стеблей 8 7 стеблей да так что вот один миллион отлично выглядит междуряди 37 с половиной я никого не призываю сеять междуряди 37 с половиной потому что для меня это просто была возможность как бы равномерней посеять семена ну строчки потому чтобы они все же это зерновая селка она была предназначена пропитана предназначена для других норм ну для таких тоже но в основном в основном как бы традиционно норму выше потому что там все же глубина катушки другая и получается что там вариаторная система настройки то есть катушка замедляется это значит что ты ограничен глубиной самой катушки пример на сэзэшке ты можешь регулировать рабочую поверхность этой катушки в целом на пневматическое на пневматических селок селках ты тоже в целом можешь регулировать рабочую поверхность катушки а здесь вот получается что вариаторная система которая замедляет катушку и она получается дает порциями эти порции не всегда могут равномерно распределиться в строчке поэтому приход приход пришлось мне перекрывать междуряди то есть я в целом не сторонник там широких междуряди в хотя это тоже как бы неплохой такой вариант для сева это вот норма у нас миллион можно сказать миллион четыреста миллион триста семьдесят тысяч тоже достаточно неплохо выглядит достойно достойно стебли еще кое-где зеленые миллион семьсот триста тридцать семь с половиной как бы есть место таким нормам есть место таким способом посева это нормально здесь уже междуряди двадцать пять сантиметров норма два с половиной миллиона сразу такой вот контраст сразу такой перепад есть целом тоже достойный вид два миллиона междуряди двадцать пять полтора миллиона до 60 килограмм дед тоже часто мне спрашивают а сколько это сколько это миллион сколько это миллион два три скажи нам сколько это здесь вот как раз миллион 40 килограмм норма высева достойный вид достаточно я никого не призываю честно сеть такими нормами но в то же время это все возможно все возможно позже конечно расскажу почему именно нормы высева что не дают какую информацию 2 миллиона восемьдесят килограмм какую информацию и к чему можно в целом быть и готовым сеять с такой нормой 3 еще есть зеленые растения флаговый лист кое-где кое-где зеленоват 3 4 4 миллиона ну и 5 целом 5 миллионов кстати достаточно хорошо выглядит посмотрим по разнице урожайности позже еще растение можно сказать продолжает вегетировать относительно все конечно так что опыт есть сам по себе очень классный кстати был недавно в институте и видел опыт и озимой пшеницы если к примеру у нас опыт заканчивается на четырех миллионах то в институте он начинался четырех миллион но это по озимой пшеницы я говорю 4 миллиона 4 5 6 то есть они изучали вот именно такие нормы они получали норму ниже и не вообще не понимает примеру как можно вообще снизить норму что вообще можно получить с более низкой нормы кстати 1 2 3 4 здесь у нас 2 миллиона еще я вижу вот краевой эффект еще вижу хотя он его уже меньше здесь уже меньше кстати уже до меньше уже краевого эффекта такого нет вот на двух миллионах уже его нет а вот допустим на трех миллионах он еще миллионах он еще присутствует потому что здесь колоски с краев они конечно больше чем в середине что есть вот такой опыт интересно достаточно так что информация отличная сорт лекомера пластичный высокоурожайный еще может себя проявлять хорошо с низкими нормами я думаю что его можно пробовать различных регионах даже более засушливых так как он готов к этому